Борьба с коронавирусной инфекцией уже на протяжении двух лет – одна из первостепенных задач властей. На фоне неблагоприятной эпидобстановки в стране ввели ряд ограничений для невакцинированных граждан, в том числе QR-коды. 19 октября главный санитарный врач НАУ подписала постановление, согласно которому работникам определенных сфер, таких, например, как общепит образования медицины и другие, необходимо вакцинироваться. И вот 10 января от работы отстранили сотрудников детской школы искусств. Далее все подробности. Первые отстраненные – педагоги детской школы искусств. Основанием стало постановление главного санитарного врача и календарь национальных прививок. Работников ознакомили с приказом с рекомендацией о прохождении вакцинации до 30 декабря 2021 года. И 10 января мы вынуждены были четырех педагогов детской школы искусств отстранить от работы в связи с отсутствием вакцинации. Если бы на сегодняшний момент коллективный иммунитет был бы сформирован в нашем учреждении, а это 80% от всего состава работников, то, конечно, к отстранению, может быть, и не подлежали. Но, к сожалению, у нас коллективный иммунитет не достигнут. Из 53 преподавателей вакцинацию прошли только 29 человек. По словам Ирины Пудовкиной, есть процент переболевших, а также люди с медицинским отводом. Решение об отстранении далось тяжело. На послу директора она уже 10 лет, а в стенах школы работает 20. Все люди родные, и их ситуацию Ирина также понимает. Но работу учреждения надо продолжать, и рисковать другими работниками директор не готова. Ситуация тяжелая, мы это не скрываем. Четыре работника. Сейчас перед нами стоит очень большая задача – это организовать учебный процесс, потому что процесс не должен пострадать. Сейчас привлекаются преподаватели, которые есть на территории округа. О дистанционном обучении речи даже вообще нет и не может быть. Как пояснили в департаменте образования, культуры и спорта НАУ, повлиять на ситуацию сотрудники ведомства не в силах. Все решения об отстранении принимаются, исходя из постановления регионального Роспотребнадзора. Информация была донесена и разъяснена всем руководителям учреждений. Данное постановление было доведено до всех юридических лиц нашего региона. Соответственно, под ведомственным учреждением в конце того года, 21 года, была разъяснена данная мера для принятия решений руководителям. Что же это за постановление, из-за которого работников отстраняют? Действует оно на определенные категории граждан, а именно работников медицинских и образовательных организаций, учреждениях социального обслуживания и защиты сотрудников правоохранительных органов, а также на людей, работающих в сфере предоставления услуг общепита и других. Постановление было введено в связи с высоким уровнем заболевания новой коронавирусной инфекцией. Я хочу отметить, что во всех субъектах Российской Федерации это постановление было. Просто в каждом субъекте главный санитарный врач издавал такое постановление. То есть оно действует не только на территории нашего округа. Такие постановления издавались главными врачами во всех субъектах Российской Федерации. Согласно постановлению, 80% коллектива должны иметь справку о перенесенном заболевании или пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Оставшиеся 20% – это люди с медицинским отводом. При несоблюдении этих условий для руководителя предприятия грозит наказание. Здесь предполагается административная ответственность в отношении либо учреждения, либо руководителя учреждения по статье 6.3, часть 2. Там есть меры административного наказания в виде штрафа и в виде приостановления деятельности. То есть, если, допустим, на время проверки они уже отстранили работников, приостанавливать деятельность в учреждении никто не будет. Это приостановление деятельности – это всегда очень крайняя мера. Деятельность будут приостанавливать на срок до 90 суток. Контролировать исполнение будут в ходе проверок – либо плановых, либо при вспышке заболевания. Рейдовые мероприятия пока не планируются.